Добрый вечер! Сегодня в нашей программе мы поднимаем злободневную тему. Как обеспечивается социальная защита граждан с ограниченными возможностями? На прошлом пленарном заседании депутат Мажелеса Танирберген Бердунгаров сделал запрос на имя премьер-министра страны, в котором обозначил все имеющиеся на данный момент проблемы от отсутствия специальных пандусов до трудоустройства. Чтобы узнать, как отреагировали власти на этот запрос и в целом о проблемах наших граждан, сегодня у нас в гостях и депутат Танирберген Бердунгаров. Здравствуйте, Танирберген Бердунгаров. В первую очередь, давайте начнем разговор вот с чего. С чего вообще появился этот запрос? Этот запрос не возник из ниоткуда. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями – это приоритетное направление работы государства. Но, к сожалению, на данный момент, несмотря на то, что глава государства систематически в послании, в обращениях ставят задачи решения вопросов проблем инвалидов, к сожалению, эти проблемы не решаются с такой скоростью, с которой хотелось бы не только самим инвалидам, но и всем членам гражданского общества. И в этой связи долг депутатов парламента, как законотворцев, поднимать эти проблемы и, как представителей партии Нур-Отан в парламенте, мониторить их исполнение. Но вы не первый поднимаете эти проблемы. Безусловно, безусловно. А вот в таком случае на что вы надеетесь? Давайте вот с этого начнем, потому что если вы не первый, но я думаю, что далеко не последний, тот, который поднимает запрос именно по проблеме людей с ограниченными возможностями. Чем закончится этот запрос? Я надеюсь на то, что в ноябре поправки в закон, ряд законодательных актов, которые касаются вопросов лиц с ограниченными возможностями, которые заходят в парламент, значит, они, во-первых, найдут должную реализацию в этом законопроекте. Надо сказать, что сейчас законодательство о социальной защите инвалидов, оно не идеально, потому что там есть как раз-таки те лазейки, благодаря которым у нас решение этого закона не исполняется. В частности, не строятся пандусы, не обеспечиваются люди жильем, не трудоустраиваются. То есть мы надеемся на то, что в ноябре, когда зайдут поправки к этому закону, мы можем детально со своими коллегами будем проработать так, чтобы написать такой закон, после которого не исполнять статьи данного закона будет невыгодно, прежде всего для исполнительных органов на местах, которые уполномочены следить за исполнением данного закона. Но в целом-то, в целом, вот если взять, то инфраструктурно, да? Это на самом деле только одним ноябрём и одним законопроектом у нас не лишится. Хорошо, да, кого-то в лучшем случае обратят на этот запрос внимание, кого-то, возможно, лишат премии, это в лучшем случае, ну хорошо, даже кого-то уволят, но проблемы-то не остаются. Вот в этом вот как-то. Мы должны стремиться и постоянно поднимать и будировать эти темы, потому что если мы не будем это делать, то как бы, если депутатский корпус не будет подключаться к этому вопросу, то инвалиды сами не исправятся с этим проблемным вопросом. Это наше общее дело, чтобы инвалиды выступали за копёрщиками данного процесса, а депутаты, пользуясь своими должностными полномочиями, писали такие законы, которые потом исполнялись бы исполнительными органами власти. Вот пример такой. У нас в стране 627 тысяч инвалидов. Более полумиллиона, да. Да, это получается практически каждый 25-й или каждый 30-й человек имеет определенную степень инвалидности. 401 тысяча из этих человек это трудоспособные люди, которые готовы работать не только для себя, они готовы приносить пользу своему обществу, своему государству. Но, к сожалению, таких механизмов, которые бы решали вопрос трудоустройства, нет. Потому что на данный момент исполнительные ветвласти, в частности Акиматы, сталкиваются с той проблемой, что у нас в законе, существующем, прописана квота 3%. То есть они набирают свои 3%, а дальше... Все работодатели, вне зависимости от форм собственности, должны брать себе на работу 3%, скажем так, трудоустройство инвалидности. Но, к сожалению, в существующей норме закона не прописан механизм, каким образом мотивировать, каким образом контролировать соблюдение данного закона. Поэтому большинство работодателей всеми силами пытаются, скажем так, отвертеться от этой нормы. Благо, с 1 января 2015 года вступает в силу норма, согласно которой на работодателя, который не соблюдает данную норму закона, налагается штраф. И в дальнейшем, при дальнейших проверках, если такой факт обнаруживается, значит, работодатель штрафуется. Потому что в любом случае, что бизнес, что государство, они должны быть социально ответственными. И в этой связи, к примеру, эта норма начинает действовать с января 2015 года. То есть с начала следующего года, да. Но, к примеру, трудоустройство и пандусы, это, скажем так, не все в сфере социальной защиты инвалидов. Безусловно, чтобы люди с ограниченными возможностями работали, это уже много. Потому что у каждого из них пособие от 14 до 23 тысяч тенге. Это мизерно маленькие суммы. А для большинства инвалидов это единственная сумма к проживанию. Поэтому мы, во-первых, должны следить за тем, чтобы закон соблюдался. Во-вторых, вот сейчас в том законопроекте, который у нас войдет в ноябре месяце в Можилис, мы должны прописать от и до все аспекты решения всех проблем. То есть, к примеру, это пандусы, это обеспечение жильем, которое, кстати, тоже не соблюдается. Это вопросы трудоустройства, это вопросы транспорта и решения социальных льгот. Целый спектр вопросов, над которыми нужно работать. Естественно, эти вопросы не впервые поднимаются. Это системная работа, которую осуществляют как правительство, как партия НОРОТАН, как контролирующая структура депутаты парламента, прилагают к этому, скажем так, свои возможности в работе над законопроектами. Но я думаю, что этому созыву удастся сделать эту работу системней. Перевести это в некую сравнительную таблицу, в которой в первом столбце будут обозначены полностью все проблемы, требуемые к решению. А в правом столбце должно быть указано, что по данному вопросу было сделано конкретно депутатским корпусом или, скажем так, правительством, которое является, скажем так, в лице Минтруда и соцзащиты, структуры такой, уполномоченным органом по решению проблем социально незащищенных лиц с ограниченными возможностями. Если с трудоустройством более-менее понятно, как у нас быть с жильем? Вот вы сказали о том, что по закону они должны быть обеспечены жильем. С жильем это вообще в целом ключевая проблема. Скажу почему. Потому что на данный момент на рынке сложилась такая ситуация, что жилье дорогое не в силу того, что оно не строится, а в силу того, что себестоимость строительных материалов высока. И эта проблема, она глубинна. Здесь эту проблему переживают не только, скажем так, инвалиды. Да, но ведь как социальная поддержка, она должна быть в любом случае. Да, это проблема и для молодых семей, и для, скажем так, тех людей, которые долгое время уже как бы работают и не имеют возможности. Ну есть, да, есть и бюджетники, есть и госслужащие, но это другая тема. Да, это глобальная экономическая проблема. Здесь нужно как бы инвестировать в строительство заводов здесь в Казахстане, которые производили строительные материалы, себестоимость которых была невысока. И оно, безусловно, бы сказалось на цене, по которой предлагается сейчас жилье в Казахстане. Да, но на самом деле это уже далеко идущие планы, не знаю, насколько они будут реализованы. Если нужно найти сначала инвестора, нужно построить завод. Вот это все долго, а проблемы-то остаются с жильем. Вот как сегодня решить эту проблему? Этот закон поможет ли, который в ноябре будет в этот парламент? Вот смотрите, по поводу, допустим, строительства тех же пандусов в новиздаваемых зданиях. Несмотря на то, что в законе прописано, что там должен быть представитель Минтруда и Сонзащиты в принимаемых новых объектах, тем не менее сейчас строятся дома, где пандусы либо отсутствуют, либо не соответствуют нормам. Так неудобно, да, что... Начать нужно прежде всего с этого. То есть привлечь гражданское общество, созданные советы, которые бы в присутствии тех же лиц с ограниченными возможностями принимали эти объекты. Если данный объект не соответствует этим требованиям, просто не принимать. Это первое. И за этим нужен однозначный контроль, чтобы подобные дома не сдавались. Во-вторых, регионы должны предусматривать в своем собственном бюджете конкретные финансовые средства, которые будут в дальнейшем использованы на приобретение квартир по госпрограмме и передачу им в дальнейшем лиц с ограниченными возможностями. И не только им, кстати, это и молодые семьи, и, скажем, целый ряд социально незащищенных групп. Но на данный момент для парламента, в частности, к примеру, я проводил, собственно, скажем так, расследование, для меня неизвестно, по какой системе каждый регион, значит, закладывает или не закладывает эти суммы. И вот для этого был создан депутатский запрос, чтобы полная картина в разрезе по всем регионам Казахстана была предоставлена. Вам предоставлены то есть запросы или как по регламенту? Значит, в среду, в прошлую среду, запрос был озвучен. Согласно действующему законодательству, у правительства есть месяц на формирование ответа. Сами понимаете, в течение месяца будут сделаны запросы в регионах, приведена статистика. В дальнейшем, значит, материалы этого запроса будут переданы социально-культурному комитету мажориста парламента, для того, чтобы мы сообща с теми людьми, кто социальной политикой занимается, проанализировали ситуацию. Какой регион, как реализуют эту политику, в каком регионе пандусы есть, в каком регионе трудоустроенные люди. И если, допустим, какие-то регионы не осуществляют это должным образом, нужно проанализировать, в чем причина. Не так давно в социальных сетях вам предложили самому сесть на коляску и прокатиться по улицам нашего города, для того, чтобы посмотреть, насколько сегодня. С этим вообще нет никаких проблем, потому что я не первый и, вероятнее всего, не последний депутат, который сядет в коляску и создаст некую телевизионную картинку для журналистов. Нет, это делается сразу разграниченным, это делается не для фиара, не для чего, а, скажем, для того, чтобы вы сами поняли социальную картину. Я думаю, что вы ее и так знаете. Да, ну потому что буквально недавно у нас закончились выезды в регионы, и вся аудитория, которая присутствовала на встрече, не даст соврать, весь период встреч я проходил с гипсом на ноге, поскольку недавно у меня была перелома на ногах. И вы знаете, скажем так, это очень проблематично. Нет колясок, нет пандусов, костылей. Это действительно очень большая проблема. Физически больно, люди переживают боль. И для того, чтобы те люди, которые сталкиваются с этим, не на определенный период, так как я или некоторые из нас, а от понятия инвалид и состояния инвалид, никто из нас не застрахован. Необходимо, чтобы государство осуществляло системную работу в этом направлении. И в этой связи, вот обращаясь к тому вопросу, который сейчас был вами задан, проводилась 1 января 2014 года индексация всех объектов, до которых должен быть обеспечен доступ инвалидам в Казахстане. В Астане? В целом по Казахстану. Было проверено 18,8 тысяч объектов, и по статистике 15,5 тысяч объектов не соответствуют требованиям. То есть 80% практически? Да, 80% объектов в Казахстане недоступны для инвалидов-колясочников. Как быть? Хотя это такие же граждане Казахстана, имеют они такие же абсолютно права, как каждый из нас. Как быть теперь? Вот с этими домами. Вот что можно сделать, давайте попробуем. Вы знаете, было проанализировано, что большинство из них старые постройки. В большинство из них невозможно вставить ни лифт, ни специальный электрический пандус, по которому можно подниматься. Но ведь среди этих 15,5 тысяч объектов, ведь не все старые, скажем. Ну хорошо, половина старых. Эти объекты, большинство из которых находятся в коммунальной собственности, а часть принадлежит частным лицам, необходимо изначально, уже сейчас при рассмотрении собственных бюджетов, закладывать финансовые средства на реализацию данного закона. Сейчас из них немногие мотивированы, потому что для многих из них это, скажем так, некий моральный жест доброй воли. Но, как показала практика, за истекший период многие, скажем так, не реализовали эти статьи. Поэтому я считаю, что в налоговый кодекс нужно вводить конкретные штрафы на руководителей тех объектов, которые не реализуют данную норму закона. И только штрафами решать этот вопрос. Ну, также нужно предусмотреть не только кнут, но и пряник. То есть нужно, скажем так, содействовать тем коммерческим организациям, тем предприятиям, тем объектам, которые реализуют эту норму закона, дабы в дальнейшем мотивировать их на то, чтобы большее количество инвалидов, во-первых, было трудоустроено, во-вторых, имело доступ до их объектов. То есть это должно быть нестимулировано в этом отношении. Как часто вы сами общаетесь с избирателями вашими, как много среди них, вот, людей как раз-таки заграничные? Ну, это происходит постоянно, благо у нас есть общественные приемные партии Нур-Атан, там организуются встречи вне зависимости от регионов. Вот буквально недавно была проведена встреча, несколько встреч в Алма-Ате на встречах с избирателями. Помимо общественной приемной, есть ли у вас какой-то личный блог, куда бы вам могли написать? Естественно. То есть я эти вопросы мог бы и переправить, как раз-таки много людей в определенной категории, они как раз-таки вас слушают для того, чтобы можно было вам высылать свои определенные проблемы. Какой есть блог, скажите, пожалуйста? То есть начнем с того, что у меня есть собственный сайт, там, КИЗ, где я публикую информацию о всей своей депутатской деятельности. Во-вторых, у нас есть сайт парламента Республики Казахстан, парлам.кез, где полностью вы можете ознакомиться с информацией о работе депутатов парламента. Там же есть и раздел фракции партии Нур-Атан в парламенте. И самое главное, к примеру, мы та категория депутатов, которые абсолютно открыты к общению, помимо встреч в общественных приемных, мы присутствуем во всех социальных сетях и в таком вот онлайн-режиме отвечаем на все вопросы, которые там звучат от абсолютно разных людей. Большое спасибо, и я думаю, что теперь на ваш блог будет поступать очень много писем, как раз таки с проблемами, для того, чтобы вы могли уже говорить и аргументировать, что есть определенная вот такая проблема, есть определенный человек, и эту проблему нужно решать. Спасибо и удачи вам в вашей дальнейшей работе. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что сегодня в гостях нашей программы был депутат Мажелиза Танирберген Бердонгаров. Спасибо.